Актуальные вопросы, касающиеся текущих сезонных работ, обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Основная тема сегодняшнего общегородского совещания – это в целом благоустройство. Это связано с ремонтом дорог, с небольшой координацией по тем улицам, которые сейчас уже вышли по новым контрактам в ремонт. Это связано с улицей Куйбышева, на которой началась посадка деревьев со вчерашнего дня. Минимизируя неудобства для местных жителей, было поручено нарастить темпы ремонта автодорог и тротуаров на дополнительные средства, выделенные по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Как подчеркнул заместитель главы города, руководитель профильного департамента Александр Андреянов, ускориться подрядчикам сейчас крайне необходимо, ведь дорожно-строительный сезон длится до конца октября, а объем работ значительный. Дополнительное финансирование позволит уже этой осенью привести в порядок 22 участка автодорог и пешеходные зоны на 48 объектах. Нужно максимально приложить все силы, работать в две смены как минимум, без выходных. Максимально использовать световой день, максимально использовать вопросы ночи, когда у нас с учетом соблюдения закона о тишине, работать все равно можно. Укладывать асфальт тоже ночью можно. На дорогу он укладывается ночью, чем дорога от тротуара отличается. Также подняли вопрос, касающийся дальнейших работ на улице Куйбышева. Здесь с начала этой недели занимаются озеленением территории после комплексного ремонта улицы, отремонтированной по нацпроекту. На высадку деревьев потребуется от двух до четырех недель. Прежде чем эти липы, как говорится, взять, мы обязательно поехали, причем комиссионно. Все эти липы осмотрели, составили акт о пригодности, ну а потом уже стали забирать. Начали с участка от Шостаковича до Красноармейской. Всего улицу украсит 94 крупномерных саженца лип. Для выставки, соответственно, этих крупномеров деревьев, сократительной системы, было подготовлено соответствующие места. То есть определено жизненное пространство для дерева. То есть сформировано уже на момент проведения ремонта улицы Куйбышева. На всех локациях будет работать система автополива, которая уже имеется. А пока, сразу после высадки лип, рабочие хорошо увлажняют почву, подвозя воду бойлерами. Со временем кроном можно будет придавать различную форму, улучшая внешний облик улицы, которую очень любят и местные жители, и туристы. Мне очень нравится. Я прямо сегодня ехала и сразу заметила, откуда-то тут взялись деревья. Как хорошо, что у нас в городе стало намного больше деревьев. Мне очень нравится, когда у нас очень зеленый город, много насаждений. И парки мне наши нравятся очень. Самара обновляется. Все прекрасно. Радует, если честно, очень радует. Понимаете, восстановление старой Самары. На участок от площади Революции до улицы Некрасовской рабочие перейдут позже. Там много объектов потребительского рынка, и пока погода летняя, у ресторанов размещены веранды. Многие из них оснащены навесами. Навесы не должны мешать высадке деревьев. На сегодняшнем совещании застрели этот вопрос. Администрации Самарского внутригородского района поставлена задача провести работу с представителями объектов потреб рынка, чтобы локации как можно быстрее освобождались для озеленения. Полина Чулякова, Валерий Майоров. События.